добрый день сегодня покажу как делать маркеры для вязания маркер который цепляется между петлями которые должны быть очень тоненькие чтобы ниточка хорошенько натягивалась и в готовом изделии не было визуальных следов от присутствия маркеров поэтому делать их буду из лески и ювелирного тросика размеры их 03 и 04 соответственно стоппер бусина вот такая она металлическая но мягкая ее легко сплющить инструментами инструменты будут у меня круглогубцы кусачки ножницы просит я уже отрезала 8 сантиметров длина вот так будем делать 2 2 это вот с лапкой там будет на леске подвеска из лапки бусины также буду ступеры использовать леска там чуть чуть больше я отрезал 10 сантиметров и вот начну с этих самые простые самые доступные вот 10 сантиметров леска на каждый маркер нужно по два ступера и бусинка хорошо вот такие утконосы но они у меня слишком большие и без пружинки в руке там поэтому я взяла круглогубцы потому что они не такие удобные в плане зажимов но зато удобной руке они маленькие очень то что нужно ножницы кусачки соединяем блестку два конца именно через два конца на два конца одеваем стоппер сразу извините включила свет потому что мне не видно на экране вроде хорошо дневной свет но мне не хватает вот так отдела и теперь вторую делать труд труднее даже чем 1 потому что надо делать одинаковую с первой надо примерять вот я делаю ушком это то которая будет вешаться на спицу я планирую на толстые спицы поэтому делаю свободное ушко и вот когда я прицелилась да то есть стоппер стоит там где есть я его пальцами придерживаем и вот теперь я его аккуратно придавливаю хорошенечко придавливаю так чтобы железка никуда не двигалась и потом еще раз несколько раз кручу так чтобы наверняка уже все пустоты там закрылись тут главное не торопиться это работа которая не терпит какой-то спешки тем более без сноровки тут так просто все не выйдет теперь одеваем бусину да лучше кончики подровнять чтобы они были одинаковы потому что трудно будет так одеть что-то одеваем бусину и после этого одеваем опять-таки стоппер после того как мы его оденем держать надо лучше горизонтально для того чтобы бусина лежала на первом закрытом стоппере плотно второй стоппер который верхний лежал на бусине и когда мы обхватываем инструментом стоппер мы еще немножко и придавливаем вниз его для того чтобы бусина не ездила не туда-сюда а была плотно придавили инструментом стоппер вниз и после этого зажимаем и тогда бусина никуда ходуном ходить не будет она будет четко на своем месте тоже несколько раз прохожусь чтобы плотненько все сидела и леску леску или что у вас будет какой материал обрезаем прямо под самый-самый край как говорят заподлицу странное дело леска как-то плохо кусочками отрезалась ножницами лучше хорошо под самый-самый край обрезаем насколько можно мне как раз не очень кусачками получилось получается леска лучше лучше ножницами отрезать хотела красивые инструмента поработала в принципе почти не должно оставаться никаких царапин но так как мы работаем с пряжей то лучше перестраховаться нужно взять наждачку наждачную бумагу у меня есть такая пилочка очень по абразивом крупная и пройдусь и туда-сюда можно проверять у меня внизу я работаю на коврике для бисера и вот и на нем проверяю да лучше подстерить кстати что-то такое вроде фетра салфетки какой-то для того чтобы вы работаете с очень мелкими деталями тем более такие которые любят убегать поэтому лучше перестраховаться чтобы все у вас никуда не сбежала от вас теперь будем делать вторую второй маркер с подвеской подвеску буду использовать такую лапку там написано handmade прямо все в тему начинаю с того что подцепливаю ступер но только уже не на 2 дня два кончика сразу она один и подвесочку тоже сюда же и вот этот короткий кончик я должна провести опять ступер то есть сделать петелечку такую ну так как у меня уже сделан один один маркер сделан я по нему все и делаю у меня петелечка это она маленькая но она такая что лапка это она свободно там трусится бегает то есть есть и место где для свободы точно так же делаю на втором марке затягивая леску для того чтобы образовался маленькая петелечка но достаточно чтобы свободно лапка это бегала там после того когда я нашла место я уже зажимаю после этого хвостик который остался коротенький мы будем прятать в бусины которые нанизываем то есть на длинный кончик опять я нанизываю у меня три бусины у вас может быть 1 может 2 еще любая другая конфигурация я нанизываю 3 и вот этот кончик короткий он должен спрятаться в эти бусины и выглядывать не должен после этого после бусины опять стоппер нанизываем и длинный конец мы проводим полностью одеваем его в стоппер верхний и проводим полностью через все бусины и выводим чтобы он вышел самой нижней бусине не в стоппере который мы зажали самой нижней бусине вот когда вышел этот кончик мы тогда уже обращаемся к первой первому маркеру и меряем кушка по размеру для того чтобы было точно такое же как и в первом марке ищем место затягиваем помогаем себе концом регулируем эту длину и после того как мы ну я я нашла нашла место пусть я уже после этого могу брать инструменты и зажимать опять-таки повторюсь торопиться не надо это такая вещь что лучше несколько раз перепроверить подтянуть затянуть перемирить потому что если что-то пойдет не так тут не исправишь просто надо будет полностью все переделывать нашли место все берем инструмент опять-таки обхваживаем стоппер обязательно вертикально держим всю эту композицию придавливаем стоппер вниз и после этого зажимаем еще раз несколько раз проходимся со всех сторон зажимаю чтобы все было наверняка все держало еще покажу еще третий вариант но нужно просто более такой с шапочками танцу если вам полезно мое видео картица вытеснику на все проверяем отрезаю хвостик вот вот самый-самый опять-таки заподлицо как говорится и тут можно уже ничего не шляпать потому что в принципе бусины все все должно красиво спрятать это второй вариант третий вариант будет у него гусениками уже такие взяла я шапочки верхняя шапочка будет и нижняя шапочка но принцип да и конечно это уже ювелирный тросик но принцип будет такой как и первый маркер мы делали я делаю одеваем я уже сильно подробно останавливаться не буду но все равно весь процесс все-таки прогоню покажу просто как можно еще сделать с каким-то декором можно необязательно и бусины это что-то может быть такое с дырочкой может быть ракушки вы привезли может быть вы сами делаете бусины из полимерной длины то есть все может пойти вход опять-таки стоппер обязательно хорошенько все зажимаем примеряем вторую вторую штучку второй маркер сделать тяжелее чем первый потому что уже есть на что равняться надо было все одинаково в плане ушка одеваем шапочку затем бусинку одеваем сразу на два кончика все ну это просто универсальная такая вещь мне кажется даже тот кто никогда не такого не делал легко справиться если второй вариант с подвеской более такой вот этот вариант самый простой те кто продвинутый пользователь в плане бижутерии могут на стоппер одевать еще обжиматели но я этого не делала и в принципе особо смысла не вижу очень важно вот этот момент держите все то что вы нанизали держите вертикально для того чтобы бусина не болталась этого достаточно плюс когда вы еще зажимаете перед тем как зажать стоппер придавливайте его вниз конечно ювелирный тросик надо зачищать это не песка у нее там есть кончики такие их надо сцарапывать я проверяю на коврике для бисера для того чтобы ну и руками конечно щупаем в принципе пилочка которая не такая не маленькая хорошим таким абразивом это все хорошо защищает удобнее держать ее чем наждачную бумагу в общем все сделали три пары маркеров я часто вяжу реглан и мне нужно парные маркеры вот так все красиво спасибо вам за внимание до новых встреч